МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сережа, как тебе мой прикид? Посмотри, я впервые в жизни, поехал впервые в жизни, я купил новую вещь в магазине. Я зашел в раздел, где мода, последний писк, крик, выставка, то, что будет в этом сезоне. Я купил себе крутую штуку, я нашел свои старые модные джинсы, и мне в велоэкшене купили крутые кроссовки, я забыл, какой фирмы. Рибок. Алексей, если я сейчас не представлю, шансы у тебя нет. Я к чему, нет, я представлю. Такой эгоцентрик, понимаешь, все себе, курточкой, штанами, все пишет. Я к чему, потому что здесь человек, наконец-то, который может сказать, что духовно и модно должно быть в паре. Да, хорошо. Приветствую. Вот теперь представляю солидно. У него сайт, портал. Алексей, ну да. Духовный и модный. Фэшн и спирит. Понимаешь? Это практически про меня. Я вас приветствую на программе «Два портфеля». Геннадий благополучно, ну, почти благополучно вернулся с велопробега. Первая программа в этом сезоне «Два портфеля». У нас в гостях Алексей Романов, молодежный пастор «Слово жизни Москва». Вот, судя по его прикиду, я так понимаю, мне придется сегодня сложно, потому что они как два родных брата, вот, разукрасились, оделись. И когда я взглянул на Алексея, я подумал, нам есть смысл поговорить вообще. А, ну, начиная с внешнего вида пастора, вообще, о понтах таких, вот, я не знаю, современности, с церковью что-то происходит, церковь меняется, церковь уже от мира не отличишь. Вот, я просто не знаю. Вот, я говорю, Алексей, мне в голову не придет, что это пастор. Он же из Москвы, он молодежный пастор в Москве, а не в твоей деревушке на рэп-хозе. Христос везде, и вовеки тоже. А как должен быть выглядеть молодежный пастор? Первый вопрос, как должен выглядеть молодежный пастор? Жабо он должен, ты знаешь, в чем он пришел на жабо программу? Из 18 века, вот такой банд. Я читал об этом в классической древнерусской литературе. Он почему-то решил, что это модно. И пришел здесь в программу, жабо такой. Еще можно надеть клеш, казаки? Не обязательно. А что надеть? Ну, нормально, нормально, вот классику какую-то надеть. Спасибо. Спасибо.